Насколько будет острая конкуренция в обозримом будущем между традиционными вузами, которые у всех на слуху, и какими-то новыми программами? Что эти новые программы должны будут предложить для формирования новых каких-то форматов и образования и навыков? Я думаю, что спрос на традиционное высшее образование в наших странах еще долго будет очень стабильным и высоким, потому что это все-таки, особенно на первом этапе, на уровне бакалавриата, это очень в большей части зависит от семьи и от родителей студента и так далее, а родители пока очень активно поддерживают традиционную схему с дипломом, с бакалавриатом, магистратурой и так далее. Так что волноваться за судьбу, допустим, вуза в следующие 10-20 лет, я думаю, что не стоит. С другой стороны, я думаю, что это будет параллельно, то есть процесс будет идти параллельно, молодые люди, все больше и больше молодых людей будут параллельно учиться в вузе и получать диплом юриста и параллельно учиться какому-то ремеслу, программированию, дизайну, каким-то вещам, и у них будет все больше профессий. Вот к этому все идет. От одной профессии капитальной, которую человек выбирает фактически на всю жизнь, дело пойдет к широкому кругу интересов, и, соответственно, и карьера молодых людей будет, и сейчас уже видны первые признаки этого, будет очень универсальной и широкой. Мы увидим людей, которые интересуются с одной стороны юриспруденцией, с другой стороны программированием, с третьей стороны музыкой и так далее, и они будут это совмещать. Это сложно нам представить, потому что мы представители того поколения, у которого не было вот таких возможностей, ни в плане обучения, ни в плане просто интеллектуальных возможностей. Новое поколение, оно лучше нас во всех, во всех смыслах, и, соответственно, они получат гораздо больше возможностей, чем получили мы. Новое поколение